наверняка если вы часто сидите в интернете то знакомы с такой штукой как айсберг именно интернет айсберг а не обычный который представляет из себя этакий формат который рассматривает все наиболее интересные факты и моменты из той или иной области вплоть до самых жутких и мало известных пунктов и кто бы мог подумать что однажды такой асберг выкатит и по нашей серии ps казалось бы обыкновенный футбольный симулятор который не претендует на что-то стоящее однако все не так просто и после того как я знакомился с этим айсбергом поподробнее то могу с уверенностью сказать что серия таит в себе немало интересного в рамках данного ролика я хочу забрать с вами этот самый айсберг пройтись по каждому пункту поподробнее ну и возможно рассказать вам о том что вы еще не знали о серии а я уверен что-нибудь неизвестное для вас здесь наверняка найдется отмечу что оригинальный айсберг был на испанском языке но я его перевел ну и заодно дополнил парочкой пунктов для полноты картины поэтому устраивайтесь поудобнее ролик обещает быть достаточно длинным ну а перед тем как мы приступим напомню очередной раз чтобы вы не забыли поддержать видео лайком а также комментариям для его дальнейшего продвижения обязательно подписывайтесь на канал если находитесь здесь впервые и прожимать колокольчик для уведомлений животные в игре ни для кого не будет секретом ну или для большинства что в ps6 присутствовали скины различных животных пингвины и динозавры и так далее эти самые костюмы были доступны для игры postal как пользователь купит их во внутреннем магазине за внутриигровую валюту и я уверен что если раньше это все было бесплатно но относительно то сейчас подобные костюмчики сделали бы доступными для покупки уже за реальные деньги комбинированный выбор формы в одной из древних частей ps по моему пятой если не ошибаюсь при выборе форм для команд у игроков также была возможность поштучно изменить ту или иную часть комплекта то есть выбрав гостевую форму вы запросто могли изменить шорты и поставить их из домашнего комплекта точно так же как и гетры подобная функция помогала игрокам ориентироваться в цветах собственной команды если все доступные комплекты у обоих клубов очень схожи то можно было спокойно решить эту проблему выбрав ту или иную часть формы из другого комплекта судейская монетка это еще одна из вырезанных функций которая ранее присутствовала в серии перед началом матча уже у игроков была возможность выбрать одну из сторон монетки и в дальнейшем выбрать уже либо сторону на поле либо право развести мяч первыми в принципе функция не самая необходимая но согласитесь что для разнообразия было бы интересно наблюдать что-то похожее и в новых частях футсимов хотя бы в качестве той же катсцены ps менеджер речь идет не об одноименной мобильной игре а проекте 2006 года который свою очередь назывался ps менеджмент и выходил только на ps2 во многом из-за последнего игра осталась незамеченной хотя этот проект можно смело назвать черновиком для будущих частей ps поскольку именно в этой игре режим карьеры тренера стал обзаводиться множеством функций которые мы стали наблюдать в будущем катсцены секретарша пресс-конференции возможность создать своего менеджера и многое-многое другое если хотите более подробный обзор этой игры то обязательно дайте знать комментариях и мы как-нибудь обратимся к этому проекту судья на обложке серия ps остается единственной из серии линейки спортивных игр который добавил на обложку свои игры не какого-то там игрока а всего лишь судью зато какого судью если вы начали следить за футболом не вчера то должны знать такого арбитра как пир луиджа калина известный итальянский рефери который многим запомнился из-за своей лысины и справедливых вердиктов на футбольном поле именно он засветился на обложке ps3 потом состав компанию футболистом на обложке четвертой части и в последний раз он вроде как засветился на одной из обложек пятой части серии баги неотъемлемой частью любой игры в том числе и спортивным симулятором являются баги и баги в пес точно также как и фифа порой бывают смешными а порой и слишком жуткими детальные травмы в ранних частях пес травмы получаемых футболистами имели более заметный характер во время серьезной травмы демонстрировали соответствующие катсцены в некоторых случаях игроки бегали с фиксирующим винтом на ноге или с перемотанной головой встречалось подобное достаточно редко но так или иначе редактор стадионов одной из главных фишек серии в эру ps3 и xbox 360 была возможность создавать редактировать стадионы благодаря внутреннему редактору игроки могли воссоздать реальные стадионы или построить что-то собственное вот уже как восемь лет фанаты ждут возвращения этой функции однако предпосылок для этого как не было так и нет к сожалению вырезанные режимы серия пес также помнят немало вырезанных режимов которые появлялись в паре тройки частей а после исчезали навсегда в качестве примеров можно вспомнить режим турмундиал из пет 2008 где игрокам предлагали пройти множество испытаний с различным выбором это онлайн мастер лига из пет 2013 режим владельца клуба из пет 2012 и так далее казуки и том худший судья казуки и том или казуки и там это вымышленный судья который последний раз появлялся в ps6 в комьюнити игры этот рефери стал ходячим мемом из-за своей чрезмерной строгости к оценке фолов из-за чего он нередко раздавал красные карточки по ходу матча в лишний раз раз раздражая игроков и всякий раз когда фанаты сталкиваются с предвзятым судейством в последних частях ps или же и футбол они вспоминают именно этого парня бота в игре при оценке искусственного интеллекта в серии пес трудно дать четкую оценку поскольку искусственный интеллект вашего соперника зачастую превосходит искусственный интеллект вашей команды это наиболее заметно проявляется в режимах карьеры когда даже самая простая команда может раскатать вас в стиле барселоны ну а про искусственный интеллект в ps5 и ps1018 вообще говорить не приходится там боты на совершенно ином уровне фото редактор лиц в педы 2013 в первый и в последний раз засветилась возможность сделать 3d модель фейса на основе загруженного изображения и по сути игроки могли делать реальные фейсы не прибегая к помощи 3d программ и моделированию однако уже в следующей части эту возможность убрали навсегда а уже в педы 2020 мы и вовсе лишились возможности создать собственного менеджера финты в споре между ps и fifa food sim от японцев всегда представляется более реалистичной игрой в плане геймплея и с этим трудно поспорить так как на стороне ps более вязкий и неторопливый геймплей качественная анимация и разнообразие тактики однако даже в такой игре есть место и финтам которыми тот же компьютер не применит пользоваться и некоторых этих финтов выглядит достаточно естественно но некоторые уже не так уж и к месту мастер лига и стать легендой и по сей день у обоих оффлайн режимов имеются свои фанаты которые продолжают играть них до сих пор несмотря на то что карьеру уже достаточно но не получала глобального обновления и как же больно отмечать тот факт что начиная с 14 части оба режима стали постепенно обрезаться теряя свои немаловажные функции и интересные фишки в частности меньше всего повезло карьере за игрока которая стала недоступной для нормальной игры из-за ужасного искусственного интеллекта и в целом скудности самого режима после того как из него вырезаем множество интересных фишек режим редактирования отличительной чертой серии пес стало отсутствие у нее лицензии бороться с этой проблемой призвали режим редактирования который позволял изменять базу игры начиная от внешности футболистов и заканчивая целыми командами и их стадионами слава богу эта возможность остается доступной и по сей день и благодаря ей наслаждаемся игрой со всеми реальными командами и турнирами код канами был бы настоящим преступлением со стороны японцев если бы они не добавили собственный секретный код и в серию без если кто-то не в курсе то код канами это комбинация клавиш которая активировала кодым в некоторых проектах канами потом эта фишка вышла за пределы проектов от японской студии и даже в некоторых трипл эй проектах от других студий присутствует данная фишка во многом качестве пасхалки в ранних частях серия при активации этого кода на поле появлялась собака а у футболистов неожиданно вырастали головы проблемы с лицензиями как упоминалось ранее серия пес всегда имела проблемы с лицензиями в своих играх и если сейчас мы имеем только вымышленные клубы и турниры то раньше вымышленными были и сами футболисты уже только потом канами приобрели права на использование имен футболистов но проблемы с клубами они так и не решили и по сей день мы мучаемся с проблемами лицензий всяких турниров и тех же самых команд противостояние фифа и ps противостояние обоих футбольных симуляторов было неизбежно учитывая что у обеих студий разный подход к разработке проектов разное видение того как должен выглядеть идеальный футбольный симулятор если фифа это скорее аркада для развлечения то пес это симулятор который стремится к реализму и за все года соперничеством обе игры были в чем-то хороши а в чем-то одинаково плохи фейсы в 2014-2015 14 и 15 части серии выпали на тот момент когда канами решили перейти на новый движок от команды кодзимы и соответственно первый блин получился комом помимо обрезанных режимов ухудшены графики в худшую сторону изменились и фейсов футболистов это касается как реальных лиц игроков так и лиц которые были воссозданы во внутриигровом редакторе без мобайл 2017 настоящее время в мае 2017 состоялся релиз без 2017 мобайл который и начал историю обновленного мобильного пса конами отказались от старой концепции и решили сделать из мобильного проекта карманный my club со всеми прелестями в виде матчей с реальными игроками паками и соответственно донатами и в последние несколько лет огромная выручка конами идет именно за счет мобильного гейминга а в частности доната из пьес мобайл предполагаемая смерть игроков в ps6 была одна из разновидностей травм которая если не приводила к смерти игроков то было и такой предпосылкой суть в том что по ходу матча игроки могли запросто упасть на колени и при попытке приподняться они снова падали на газон выглядит это на самом деле жутко и достаточно неожиданно согласитесь и что подобные анимации имели ввиду конами остается до сих пор неизвестным если вы имеете предположение то обязательно отпишите его в комментариях черный силуэт черный силуэт это один из редких багов 13 части когда во время матча на поле мог появиться неожиданный черный силуэт скорее всего это багнутая моделька стюарда который присутствует на поле за рекламными счетами эффект к нами эффект к нами это что-то наподобие гэндикапа фифа когда по ходу матча у одного из соперников появляется неожиданное преимущество в отличие от той же фифы гэндикап в пес проявляется достаточно редко и не так уж и заметно как-то происходит в игре от канадцев однако отрицать тот факт что гэндикап и вправду присутствует в игре будет достаточно глупо кастола кастола это вымышленный футболист который значился в составе фейковой команды без юнайтед по словам разработчиков кастола это своеобразная смесь рональдиньо и роналдо за счет чего у игрока были интересные статы и благодаря чему он нашел любовь в стане фанатов серии появился он примерно в пятой или шестой части и присутствовал в серии вплоть до двенадцатой части когда к нами отправили его на пенсию без 2022 22 часть серии была достаточно ожидаемой игроками а тот самый небольшой тизер трейлер от караме лишь подогрел интерес фанатов однако кто бы мог подумать что менее чем за год сериям изменит свой курс развития внешний вид и мы больше никогда не увидим про эволюцию сокер в привычном ключе и только самой студии известно какой бы по итогу могла получиться эта игра получена полноценный релиз полноценного проекта смерть серии серия пес окончательно умерла в 2021 году с релизом и футбол 2022 если бы так считали только фанаты серия но нет сами к нами заявляют что уже новоиспеченная сериям и футбол приходит на смену старой доброй серии без соответственно что уже никакие игры в рамках этой серии мы уже не увидим а все остальные проекты без club manager или пес карт collection и уже недоступны для игры вот таким вот получился айсберг по серии игр ps и надеюсь что вам понравился его разбор на самом деле при переводе айсберга и дополнение его некоторыми фактами я понял что контент может набраться и для второй части айсберга поэтому если вам понравилось то дайте обратную связь в комментариях и вполне возможно что однажды появится вторая часть разбора айсберга по серии игр ps но сейчас не забывайте поддерживать лайком этот ролик а если вы находитесь здесь впервые то обязательно подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений я же всех благодарю за просмотр и желаю всем удачи до скорых встреч субтитры сделал DimaTorzok